Всем привет! С вами я Марина Чернова и главные правила моих кулинарных видеорецептов готовить вкусно, просто и недорого. Сегодня приготовлю очень вкусный рисовый суп. Что мне для этого понадобится? Картофель штук 5, луковица 2 штуки средних, 1 средняя морковка, зелень мелко нарезанная свежая, 3 зубчика чеснока, масло растительное, грамм 150 риса любого, томатная паста 3 столовых ложки, перец чёрный молотый, лавровый лист, паприка сладкая, хмели-сунели и соль. И, конечно, бульон. Мясо берёте любое с косточкой, порубленное небольшими кусочками. И из него я приготовила вот такой вот бульон. Для начала бульон довожу до кипения, параллельно в сковороду наливаю масло, разогреваю и добавляю лук. Слегка обжариваю. Лук минуты 3 обжарился, теперь добавляем морковку и припускаем ещё минуты 3. Бульон начинает закипать, добавляем картофель. И теперь с картофелем доводим до кипения опять. Морковка 3 минуты обжарилась, вот видите, уже жёлтенький такой цвет появился. Теперь добавляем томатную пасту. И берём половничек бульона, добавляем к пережарке и хорошенько перемешиваем. Овощи пассируем, вот так вот перемешивая, посмотрите, какие они вкусные, прям хоть уже можно есть. Суп начинает закипать, теперь добавляем рис промытый. Значит, смотрите, вот такой уже цвет стал у пассировки. И вот масло стало как бы отделяться и цвет покраснее стал. Пассировка готова. Выключаем и пусть она ждёт своего часа. После забрасывания риса бульон закипел, убавляем на небольшой огонь и готовим минут 15. У меня прошло 15 минут, рис готов, картофель готов. Добавляю теперь пассировку. Пассировку добавили, готовим ещё минуты 3. В принципе, суп готов. Теперь нам его нужно досолить. У меня был бульон солёный, поэтому я уже не солю. И теперь добавляем свои любимые специи. Я кладу обязательно хмели, сунели. Добавляю паприку сладкую. И немного чёрного молотого перца. В последнюю очередь добавляю тёртый на мелкой тёрке чеснок и зелень. Но чеснок добавляйте по желанию. Если не хотите, можете не добавлять. Одну минуту с чесноком готовим. Затем выключаем, накрываем. Нет, не накрываем, забыла. Добавляем лавровый лист. И теперь уже выключаем и накрываем крышкой. Даем настояться минут 7. Вот такой вкусный, аппетитный рисовый супчик у меня получился. Именно с этим набором специй этот суп просто песня, друзья, поверьте мне. Спасибо за лайки, за комментарии. Всем удачи и отличного настроения! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!